приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас уже 12 июля 2023 год давно не было видео на канале причина банальная некогда лёшек сейчас приезжает буквально на один денёчек и конечно же мне хочется успеть сделать побольше с его помощью поэтому запись ролика его монтаж занимает очень много времени и я решила сегодня с вами поговорить немножко пообщаться в рамках одного кадра если получится конечно у меня чтобы не монтировать видео новостей у нас предостаточно покажу сначала вам наши покупочки вот такое замечательное кресло которое собирается на 1 2 вот такая инструкция к нему идет я его собрала буквально за 15 минут кресло не из дешевых это не реклама покупали мы на озоне в общем обратите внимание как хорошо сделан вот здесь где наши коленочки где изгиб ног сделано вот так вот пока там и не давит ноги а также сделано и и спинка вверху вот из таких речек коты очень полюбили это кресло кстати она стоит я попросила там небольшую скидочку 4 тысячи 700 рублей покупали мы два шло но не обработанная древесина и я покрывала его морилкой а сейчас здесь вот стоит у меня лак яхтный стоят кисточки валик и сегодня я уже буду покрывать кресло лаком чтобы сделать уже так сделать потому что это же садовая мебель посмотрим как она будет выглядеть когда покрою лаком кресло идет буквально из четырех деталей то есть она полусобрана вот эти речки спинка и сидушка они уже были собраны осталось соединить их и прикрутить вот эти вот ножки и они же подлокотники пришло она вот в таких двух коробках цвет изначально был естественной древесины древесина не обработана с инструкцией с фурнитурой с ключиком даже для сборки единственное что мне нужен понадобился молоток чтобы забить там есть такие детали называется глухарь они металлические и на забить их не стоит труда вот так что я очень очень довольна покупкой у меня закончилась морилка лёшек опять заказал кстати морилка называется палисандр сейчас я сейчас я вам ее покажу здесь меня не обращайте внимание бардак не успеваю вот такая морилка цвет палисандр мы ею покрывали столешницу в нашем замечательном камине вот так же пришел лежак лежак вот в разобранном виде тоже буду сначала все детали покрывать морилкой потом лаком а может быть покрою морилкой соберу а потом покрою уже весь лежак лаком потому что каждую деталь покрывать лаком в разобранном виде но не очень удобно надо как-то держать нужно куда-то прислонять сохнуть а это не удобно лежак стоил четыре тысячи 400 рублей он неразборной здесь регулируется спинка если мне телефон разобьет видео и мне все равно придется монтировать то я вам тогда вставлю фото этого лежака он очень будет подходить под это кресло здесь тоже речки тоже покроем все в один цвет и будет просто замечательный садовый комплект вот потом выйдем на улицу я вам покажу что там у нас на улице но пока давайте полюбуемся вот этим креслом кресло люди заказывают даже не только в дом в баню в смысле в дом в сад я имею ввиду на какие-то какие-то зоны отдыха но прекрасно смотрится и на балконах у кого позволяет ширина балкона потому что кресло достаточно такое фундаментально она широкая она классная к нему приятно касаться рукой но в общем прелесть конечно дороговато но это дерево это массив по моему сосны и это приятно и тактильно и ну это красиво смотрится лёшик привез из москвы вот такие еще покрывала к этому кресло кресло вот очень тоже красиво смотрится не хочу я сейчас сгонять марусин так сладко она там лежит дремит но потом уйдет она я вам покажу как это смотрится у меня на плите стоит творожок у меня сегодня новая технология приготовления домашнего творога на водяной бане вот такая кастрюля в ней вода и киевской кстати пострюлька успела урвать свое время посуду икея это нержавейка и вот сейчас буду уже выключать да уже можно выключить выключить плиту пусть немножко постоит и попробую сравню подсказала мне эту идею соседка в общем разговор зашел то ли я ее угостила творогом она говорит суховатый рассыпчатый вот как ты делаешь ну и разговорились она говорит попробуй вот так на водяной бане в общем пока не знаю результат но я думаю что творог будет помягче и не такой рассыпчатый кстати здесь вот сейчас закрою фирму я не хочу рекламировать то что мы покупаем за свои деньги чтобы ютуб не рассмотрел это рекламы вот такая продукция у них очень много всякой мебели и скамейки и столики и вот стулья разных вариаций и даже вон есть кресло качалка вот такая и все это из дерева лежаки но дороговато дороговато конечно друзья у нас два дня лил дождь один день так вообще сутки не переставая и алёшик успел сделать водосточную систему которую не доделал вот в тот не в этот приезд а в предыдущий свой приезд вот очень хорошая идея пришла мне в голову и мы переделали водостоки а вот и я вам сейчас выйдем на улицу покажу как это смотрится и как теперь сухо и хорошо более менее сухо и хорошо во дворе а вот наш замечательный водосток это в общем материал пвх я вам как-то вы меня спрашивали сколько стоит я вам неправильно ответила потому что ну в общем с математикой туго мы покупали там и поребрики и цемент и много чего покупали общая сумма была 13 тысяч я там начала высчитывать сколько же стоит водосток забыла про цемент отнять в общем и написала вам около пяти тысяч нет вот это вот длина здесь у нас пять метров ну шесть метров потому что выступы тут должны быть ну в общем вот это стоит где-то три с половиной тысячи вот и изначально вот здесь должна была идти воронка должна была вот так идти труба и вывод был должен быть вот сюда и вы мне написали лена так жалко делать дырки чтобы закрепить эту трубу к дому может быть что-то можно придумать и написали мне идею вот у нас все появляются новые и новые товарищи видели кошки вот вывести вот сюда и потом вот там ее где-то закрепить но это сложно почему потому что я не хочу чтобы у меня вода зашла вот здесь как бы там не было все таки это вода и здесь будет крепиться еще крыша крылечко поэтому сюда никак и тут вуаля пришла мне идея а почему бы не сделать вот так и мы вывели эту трубу на сарай наш сарай замечательный нам помог очень хорошо удачно все получилось все вот развернусь покажу вам отсюда темного темный кадр ну короче вот она эта воронка и выход трубы слив на сарай и вода вся по крыше сарая стекает в огород там конечно если сильный дождь прям получается ручей я там придумаю может быть подставлю бочку пластмассовую чтобы не так сильно вымывала землю из бочки вода будет стекать плавно а так конечно из ручья такой водопад до земли там но колея такая образуется вот такие же водостойки вообще во первых очень подошел вот этот цвет к нашим дому здесь присутствуют металлические вот эти коричневые уголки да и вообще все покрашено в коричневый цвет в общем прям одно целое вот останется покрасить вот эти вот бабушки как я их называю которые мы позаимствовали у полета от поребриков тоже покрасим в коричневый цвет просто сейчас друзья столько работы сейчас не до них это не срочно это не так важно дойдут руки и сюда а вот эти вот штуки вот эти бабушки ну просто вот посмотрите как будто балки выходят из дома когда будет все в одном цвете будет вообще красота короче алёшику пришлось менять наклон изначально наклон же бы вот туда а теперь вот сюда теперь все эти крепления все эти бабушки пришлось переделывать и а вот делать вот такой водосток как хорошо что сарай был вот тютелька в тютельку нужной высоты если бы он был немножко повыше у трубы бы вот здесь не было наклона так вот даже невооруженным глазом видно есть наклон и все хорошо в общем теперь здесь красота на голову не капает уже мы проверяли были дожди и все все сливается куда надо сейчас я вот встану залезу на лестницу и покажу вам как это смотрится сверху ох не завалится бы вот вон она труба там лёшик и и закрепил перфолентой чтобы если ветер ее не сорвало крыше и все водичка вот так вот так по крыше и истекает вот туда в огород вот теперь идем дальше дальше пришла вот такая такое крепление для зонтика я сюда уже налила насыпала песок и залила водой вот он уселся можно еще воды подлить это штука и посмотрите как она классно прям цвет в цвет подходит под этот стол а стол этот стоит который я вам сейчас покажу идею это будет стол у меня есть кусок конечно нужно вымыть такой дорогого материала я покупала это столешница купленное мною для московской квартиры в двенадцатом году не отдавала за нее 15000 вот а это вырез под мойку вырезали я не выбросила все забрала вот эти бортики я заклею деревянной речкой вот она эта речка ее вот сюда приклею но ее надо еще купить это остатки из наших мы покупали эту рейку если вы помните для отмостки для демпферных швов вот она четко поход подходит по размерам толщины столешницы и если вот так заделать вот этих края у меня есть мощная клейкая лента сначала посажу вот эту столешницу на стул при помощи этой ленты а потом перевернул стул и прикреплю еще столешницу саморезами и получится вот такой красивый столик тот столик что я заказывала на озоне я от него отказалась невнимательно было посмотрели 42 на 48 очень маленький очень маленький а вот я от него отказалась уже вернули денежки и вот пришла идея зачем покупать если можно сделать вот такую красоту немножко доработать и будет красота зонтиком я очень-очень довольна единственное что здесь не было вот шнурочка чтобы сворачивать зонтик но собирать его когда он закрыт я пришила у меня была вот такая такого цвета трикотажная пряжа из которой мы вязали с вами коврики а вот и декор или от нити добра сейчас так называется их магазин и все вуаля как будто здесь шнурочек и был я вчера открывала зонтик сейчас открою не знаю как получится у меня одной рукой надо будет подлезть красота не дощелкнула вот теперь держится я вчера его открывала ползает какая-то видите двухвостка но это в своем доме не новость очень хороший зонт вчера был ветерок такой и я его испытывала открывала и смотрела во-первых как будет держать ну вот эта штука для крепления зонтиков как он вообще будет ну при легком ветерке но даже вчера был такой я бы сказала нелегкий ветерок вот все стоит все работает красота сейчас покрашу это кресло хотя бы одно пока придет морилка и можно будет здесь уже отдыхать вчера засыпала я здесь все песочком не за видите как все но маленький слой лёша говорит что надо бы еще добавить песка в общем он приедет решим делать еще один слой или нет вот там была яма выровняла ее песочком чтобы щебень уже не туда не класть да у меня нет его мы весь щебень использовали сегодня я уже сделала площадку под щебень и сегодня вот прям буквально через полчаса ко мне его привезут давайте расскажу что мы еще сделали но вы видите что я отрыла полностью все землю все вывезла за исключением вот здесь но это скорее всего на следующий год а может быть отважусь и в этом году вывести но мне надо убрать песок чтобы было куда вывозить землю сейчас объясню и покажу здесь будет четыре плиточки и поребрики вот вы видите здесь одним слоем я заштукатурила вот это безобразие вскрытый цоколь еще будет еще один слой штукатурки и лёша приедет следующий приезд планируется если не будет конечно дождя если погода позволит мы будем утеплять пеноплексом эту стену все земля вы не вынята вся вот здесь тоже землю все выняла вот здесь вообще очень сложно было земля была со щебнем с какими-то камнями просто жесть какая-то сделали мы площадке машину вот она утрамбовали я здесь все вырву пришлось опиливать вот эти ветки соседских деревьев ну потому что извините нужно сажать в правильном месте отрыла здесь вот это насыпь которую делали здесь все было зарыто и машина стояла вот так и я выходила вот там на дороге потому что мы не могли сюда подъехать машина вот так ветки в глаза опилила здесь ветки которые нам мешали во-первых вот этот орех уже стоит если смотреть на наши даже не на меже уже на нашей стороне по-хорошему его вообще нужно спилить ну пока вот сделали вот так а дальше будем посмотреть здесь тоже были вот так вот ветки все вот ветки все сюда зарыто отсыпала вот соседи отсыпались столб был зарыт и здесь был бугор всю эту землю я выняла утилизировали мы с лёшиком старый шифер забыла про него вам сказать все побили геотекстиль шифер внизу щебня высыпали вот здесь вот листы лежат металлические не хватило щебня досыпем но тут ни один слой будет здесь будет высокая такая подушка из щебня чтобы скос был туда чтобы вода уходила на на дорогу а не к нам во двор а вот этот водоотлив который соседи сделали нам во двор сказали уберут вода нам здесь это не нужно ну вот если не будет убран буду просто его затыкать я найду как это сделать и и просто ну зачем нам здесь чужая вода под двор под фундамент в общем вот такие дела здесь тоже все будет равняться но сначала мы сделаем вот эти вот эту дорожку а потом я здесь тоже вот эти бугор вот этот я не знаю откуда этот бугор ну да ладно все это разровняем убрали кстати мы тут трубу которая у нас была во дворе вот этот летний водопровод спилили я ее почищу она пойдет как стройматериал как столбики для заборчиком вот укрыла я здесь это лёшик покупал пароизоляцию укрыла сделала площадку под щебень чтобы потом его ну землю не черпать вот столько осталось песка не знаю здравствуйте здрасте хватит не хватит а вот ну не хватит будем докупать здесь уже выровнялась если вы видите вот этот слой земли выровнялась площадка может быть можно будет посадить здесь какие-нибудь декоративные растения елочки я хочу очень хочу а вот здесь когда уберется вот этот песок будет яма вот как раз ту землю которую я хочу вывести и вот эту землю еще нужно разровнять видите уже некуда разравнивать все наши так скажем по ниже вот мы сыпали все четко там соседи сыпать нельзя поэтому вот сюда песок уберется все это разровняют и будет красота будет красота все ровненько все хорошо засадятся деревья и и будет просто прелесть сегодня последний укол пути мушки вот он поправляется потом соседка сходит с ним в клинику сделает надя соскоп чтобы посмотреть как прошло лечение убили мы эту заразу или нет так что вроде то все вам рассказала так вот быстро-быстро столько новостей скопилось вот он уже хризантемки зацвели видите какая красота не а женщина написала что из вот этих вот веленика это китайская кухня его можно кушать она говорит он цветет всего сутки поэтому можно срывать смело сразу расцвел если кушать как бы любоваться им долго не получится вот говорят как-то там жарят его и получается деликатес она написала что не очень много разных сортов и дети очень любят это блюдо я обязательно попробую просто сейчас ну не до этого кушаем в попыхах быстро-быстро и готовить особо некогда тем более такие деликатесы но попробую обязательно так что вот так вот сейчас у нас здесь выглядит вы мне там пишите лена береги себя что не надо так работать друзья я же работаю но как сказать не на износ устала я иду в дом завариваю себе кофеек и отдыхаю полчасика часик и все восстановилась еду дальше работать понимаете вот ну и потом очень хочется уже чистоты уже надоело вот эта грязь во дворе я вам не буду уже показывать вчера вот не успела я пропылесосить помыть обувь она вся стоит вот здесь вот в терраске и там ну грязюка ну потому что вот ходим по грязи дождь прошел и вся грязь тянется в дом уже просто это надоело поэтому я тороплюсь хотя бы если даже не будет плитка но надо и плитку постелить потому что вот видите я прошла по грязи и песок становится грязный не хочется вот этой грязи поэтому будет в этом году и плиточка и будет уже красивый чистый двор вот купили поребрики ну вы видели наверное выходила вот здесь вот сначала я засыплю щебнем вот сейчас его привезут начну сегодня засыпать потихонечку вот здесь щебнем не хватило геотекстиля 50 метров докупили еще в доке все застилю сначала естественно геотекстилем ну а потом буду возить щебень и уже уже все будет вот здесь чистенько вот вчера удалось мне утром думаю стройка стройка но огороду это тоже надо время уделять видите сняла я сетку сейчас у нас прохладно и все недели будет там не жарко максимально 25 сняла сетку весь перец мой зарос вот я его вчера видите какой чистенький я его вчера весь ведро полный огород ведро травы вынесла немножко его подпушила но перчинки есть перчинки есть будет перчик будет он такой низенький но не важно главное что зависть есть все хорошо вот такая петрушка уже вчера вырвала один кабачок кстати сегодня уже там я видела еще можно кстати можно нажарить оладушков где-то я смотрите сколько навязалось там кабачков видите много где-то видео но этим еще подрасти надо ладно а вот уже хорошенький сейчас сорвем вместе с вами ох какой хорошенький вот нужно как раз второй оладушку сейчас нажарю вот картошка поднялась не успела я подвязать в этом году друзья помидоры и не знаю теперь буду я их подвязывать или пусть будет уже так помидорок много вон завязалась и траву надо порвать кое-где вон вижу щерица да друзья по поводу малины в общем сделала я вывод что малина ремонтантная или как там правильно ее называют мне не нравится да ее много но она не вкусная какая-то водянистая не какущая а вот эта малинка очень пахучая недаром мариночками сам не говорила Лена не ругайся на нее что она разрастается но она пахучая и она вкусная вот она надо порвать вон падать уже сейчас приду с баночкой надо нарвать малинки некогда друзья некогда и крыжовник там уже поспел тоже надо нарвать а вот кустик ремонтантный но мне не нравится не нравится на вкус да очень много было ее я вам как-то показывала смотрите говорю там вообще тучи этой малины было просто тучи но она мне не нравится на вкус ни какущая ни запаха в ней нет ни вкуса вот тоже перчик прополола и сняла сетку ну ну я бы не сказала что у меня срач в огороде стараюсь стараюсь друзья но мы всегда успеваем огурцы вчера собрала там уже на баночку можно баночку закрыть вон как пошли вот так что показала вам немножко рассказала а вот эти огурцы кстати они даже плодороднее чем те которые в теплице их как-то они быстро пошли но я вчера порвала здесь не будет не будет и удивительно что град их не побил у нас же был град как-то один день ой ну какая же красота прям хочется вынести этот стул который я еще не покрыла лаком и уже сесть вот здесь вот на этом ненаделанном столике под этим зонтиком сесть и попить кофеечек какая же красота у нас друзья вырисовывается вот эти рейки Леша говорит в доке по 40 рублей по моему а на озоне я видела такую же не падайте только 330 400 рублей одна штучка ну это вообще это куда это как а может десяток может я ошиблась надо сейчас пойти посмотреть да нет по моему штука ой ладно друзья немножко вам рассказала новостей не обижайтесь что нет часто видео некогда снимать некогда вот те ролики когда я вам там показывала как я работаю в ускоренном темпе сколько времени я на них потратила то есть тачку подвези нажми отожми камеру поехала приезжаешь не забудь ее включить выгрузить вот так вот я снимала тот ролик очень очень много времени занимает но зато вы увидели что это все делается своими руками никого мы не зовем и все у нас получается я думаю что получится и у вас ну а на этой позитивной ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока пока